хорошо давайте начинать всем кто есть добрый день я специально включил свое изображение чтобы нам с вами познакомиться и вы знали кто вам читает лекцию в дальнейшем я планирую отключить изображение себя и что ваше внимание полностью сосредоточилась на лекции по поводу всех нюансов где что можно писать в обычной рабочей тетради сейчас я все скажу и попытаюсь сказать поначалу давайте все таки контроль меня слышно поставьте плюсик если да минус если нет слышно ли меня плюсик да минус нет не вижу пока никаких ни плюсиков ни минусов вот теперь что-то вижу один плюсик да ну в любом случае надо начинать хорошо вижу значит пошли видимо информация ваша задерживается также как и моя я у вас читаю лекции по медицинской химии или если быть более точным химии для медицинских специальностей меня зовут андрей моисеевич я заведующий кафедрой практические занятия у вашего потока я не веду но лекции буду читать можете зрительно меня запомнить если у вас какие то вопросы возникают или будут возникать в процессе изучения предмета вы можете заходить к нам на кафедру найти меня и задать мне их лично по поводу лекции значит что у нас будет за лекции лекции у вас будет раз в две недели лекции у вас если не ошибаюсь 8 всего лекций по поводу того писать вам их или не писать зависит от вашего уровня лекции будут находиться в доступе виде записи в ютубе и вы можете в любой момент ее просмотреть если же вам этого как бы недостаточно вы можете сделать какие-то конспективные записи чтобы использовать на занятиях и для подготовки к занятиям ну обычно ситуация такая если вы хорошо справляетесь программы если для вам для вас это все просто ясно и понятно в общем можете делать какие-то записи на свое усмотрение если вам не понятно если у вас возникают проблемы с пониманием с изучением предмета рекомендуется делать конспект и возможно он будет необходим как один из этапов проверки ваших знаний если у вас с химией опять же проблемы вот поэтому решите сами по поводу тетради но обычно мы рекомендуем использовать или вторую половину тетради если она у вас такая толстая для практических занятий или заводить отдельную тоненькую тетрадочку для лекций чтобы материал лекционный и материал по практическим занятиям не пересекались не путались чтобы не было такое что начинается лабораторная работа в тетради для практических занятий потом пошла лекция потом практическая работа и так далее в конце концов уже не ясно где заканчивается одно начинается другое что мы с вами будем изучать и как ну вы знаете что курс у вас длится полгода зимой у вас дивзачет то есть зачет с оценкой оценки общие будут вам ставиться как и дивзачет по так называемым контрольным точкам преподаватели надеюсь вам рассказали поставьте плюсик если вы знаете про контрольные точки и минус если не знаете если мы зададимся вопросом что вы должны изучать и для чего то посмотрим на слайд значит на слайде мы поставили химию наверх ну поскольку мы изучаем этот предмет после изучения курса химии вот нашего в течение полугода на втором курсе у вас будет предмет который будет называться биохимия предмет который будет называться биохимия вот он и в биохимии вы будете продолжать изучение химии но уже с тем что вы будете из известных вам молекул которые вы изучили на нашем курсе выстраивать метаболические пути понимать их роль в процессах жизнедеятельности вот и так далее также с этим курсом связаны другие предметы теоретические и практически физиология фармакология и дальше уже там где изучаются патологические процессы патофизиология и дальше уже терапия и так далее поэтому задачу химии мы поставим себе такую заложить физико-химическую основу и молекулярный уровень изучение функционирования систем живого организма в норме и при патологиях частично физико-химическая основа имеется в виду следующее что если скажем у человека повысилась температура а это физический показатель то вы понимаете что за этим стоят определенные химические процессы которые в ходе своего развития выделяют тепловую энергию и повышают таким образом температуру ну можно было бы сказать что при этом экзотермические процессы преобладают или находятся на более интенсивном уровне чем эндотермические это пример физико-химической основы кроме того там есть определенные физико-химические показатели которые определяют состав крови ее там вязкость и значение ph и так далее некоторые из них используются в диагностике вторая часть этого определения молекулярный уровень означает что за каждым процессом биохимическим физиологическим вы должны видеть некоторые молекулы все определяется на каком-то этапе молекулами и их взаимодействием и поведением поэтому наша как бы часть курса будет посвящена основным молекулам которые определяют жизнедеятельность да если у вас по ходу повествования моего возникают какие-то вопросы вы их можете писать в чате я попытаюсь на них ответить если получится со временем основная программа нашего курса следующая условно выделим блок 1 он занимает от половины нашего курса до 2 3 курса приблизительно такой объем в него входят как раз физико-химические показатели физико-химические основы которые определяют жизнедеятельность в том числе здесь можно мы будем с вами изучать сегодня химическую термодинамику кинетику затем основы электрохимии процессы связанные с потенциалами свойства раствора поскольку растворы это основные виды физиологических средств их характеристики потом коллоидные растворы тоже многие часть допустим кровь является коллоидным раствором по своей природе комплексные соединения и биогенные элементы после этого у вас будет второй блок как молекулярная основа здесь мы изучим строение и свойства основных биорганических молекул таких как углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и белки если говорить о контрольных точках то приблизительно в середине вот этого курса где-то вот перед растворами у вас будет контрольная точка номер один по окончании первого блока контрольная точка номер два в серединке перед углеводами контрольная точка номер три и в конце дипзачет контрольная точка четыре ваш учебный процесс как вы уже знаете наверное получили первый опыт организован следующим образом лекции лекции читаю я раз в две недели практические занятия проходят у вас каждую неделю у вас 17 практических занятий и они проходят пока на кафедре в очном формате вам предстоит большая самостоятельная работа дома для чего вам даются специальные материалы с вопросами тестами, примерами разобранных задач и так далее на занятиях вы получаете объяснения о преподавателе выполняете лабораторные работы проводите некоторую самостоятельную работу в аудитории по решению задач под контролем преподавателей ну и наверное на каждом занятии или почти на каждом занятии у вас будет некоторый контроль или тестов решения задач за которые вы можете получать какие-то баллы ну вот на этом этапе есть ли какие-то вопросы можно написать в чате это общие как бы моменты общая информация по курсу но кроме того что вы присутствуете все-таки есть ли у вас вопросы пока я вижу у вас 69 человек тоже что там хорошо раз вопросов нет значит первый раздел как мы говорили будет посвящен физико-химическим основам мы начнем с понятия химической термодинамики кинетики и так далее вот очень коротко поскольку лекции у вас довольно мало да вот еще одно замечание которое вам хотел сказать поскольку на лечебном факультете на втором медиа сейчас читается расширенный курс лекции по химии вы можете зайти на youtube аудитория номер восемь там же где эта аудитория только аудитория номер восемь и там прослушать полный курс лекции в два раза больше чем этот по тем же самым темам это если кому не хватает этого материала то можно будет воспользоваться этой возможностью итак химическая термодинамика это первый раздел наука изучающая энергетические процессы которые сопровождают химические или биохимические реакции изучающие энергетические процессы которые сопровождают химические или биохимические реакции В широком смысле это энергетические процессы, и в этом случае под энергией мы понимаем некоторую физическую величину, как единую меру различных форм движения, взаимодействия и переходов энергии и материи из одних форм в другие. Но если говорить более как бы ближе к тому, что мы на практике проходим, то термодинамика в основном изучает процессы, связанные с изменением температуры, с переходом тепла, с совершением работы. То есть в основном мы будем говорить о тепловых процессах. Для того, чтобы описать какие-то термодинамические процессы, а процесс это когда меняется хотя бы один какой-либо параметр. Повысилась температура, понизилась температура, изменился объем, изменилось давление, это значит, что процесс термодинамический происходит. Так вот, для описания таких процессов использую две категории величин. Первая называется параметры состояния системы. Вторая категория называется функции состояния системы. Параметры это то, что мы можем непосредственно измерить, а именно температура, давление, объем. На последнем занятии, наверное, которое у вас на этой неделе, или было, или будет, с помощью беретки мы измеряем объем, и называем это тетрованием. С помощью, допустим, термометра, при входе в некоторое учреждение, у нас измеряют температуру, это тоже параметр. Функции состояния это более полный способ описания того, что происходит, то есть процессов. И функции нельзя померить напрямую, нельзя экспериментально определить. Но их можно рассчитать на основе параметров и использовать для описания процессов. Вот именно на функциях мы сосредоточимся далее. Основные функции состояния, которые используются для описания тепловых эффектов реакции, а именно выделения или поглощения тепла, следующее. Наиболее широко используется функция, которая называется энтальпия. Обозначается на буквой H. Ее запись ΔH, которая идет следующая, означает изменение энтальпии. Измеряется она в килоджоулях на моль, то есть это энергия, приведенная к количеству вещества. И по определению, это энергия системы, которую она имеет при постоянном давлении, то есть при изобарных условиях. Именно потому, что большинство процессов происходит именно при постоянном атмосферном давлении, энтальпия широко используется именно для обозначения тепловых эффектов реакции, которые происходят у нас в наших обычных условиях, то есть при постоянном давлении. С точки зрения выделения или поглощения тепла, процессы могут быть экзотермические, то есть идут с выделением тепла. И процессы могут быть эндотермические, они идут с поглощением тепла. Почему и как это происходит, показано на слайде. Если мы рассмотрим процесс, который идет с выделением тепла, кружочком ограничена некоторая система, которую мы рассматриваем с точки зрения термодинаминга. Красной стрелочкой показано, в каком направлении происходит передача энергии, передача тепла. Если тепло выделяется, стрелочка идет наружу, то внутри системы, то есть внутри кружочка, общий запас энергии падает. Если мы посчитаем ΔH как изменение, то он будет отрицательным. Поэтому если расчеты показывают, что ΔH у нас отрицательна, то это означает, что процесс экзотермический происходит с выделением тепла. И наоборот, вторая картинка, процессы эндотермические. Если идет поглощение тепла, общий запас энергии внутри кружочка, внутри термодинамической системы увеличивается. ΔH становится положительным. И это характеристика процесса, который поглощает тепло. Эндотермический процесс. Для функции состояния характерно еще одно общее свойство, когда они не зависят от того, как протекает процесс, по какому пути он идет. Но могут быть рассчитаны как конечное состояние, его функция, состояние в минус начальном состоянии и функция в начальном состоянии. Вот поэтому мы пишем, что ΔH это H2 минус H1. Это общее свойство всех функций состояния, ну и в частности энтропии. Для того, чтобы рассчитать тепловой эффект реакции, можно воспользоваться законом, законом Гесса. Гесс это русский ученый, но правда у него не русское происхождение, но он русский. Вот тут вот, к сожалению, опечатка. Это не 1936 год, а 1841. Не успел я исправить. И у Гесса очень знаменательная судьба. Я рекомендую вам посмотреть в интернете, кто такой Гесс, какая его судьба, какая у него биография. И самое главное, кто он был по образованию, кем он проработал всю первую половину жизни. Я вот не пишу вам, но рекомендую посмотреть. Значит, сам закон Гесса формулируется так. Тепловой эффект химических реакций не зависит от пути протекания процесса, а определяется начальным и конечным состояниями системы. То есть, по сути, это определение закона, это формулировка закона, совпадает с формулировкой функций состояния. То есть, для любой функции состояния можно было бы сформулировать нечто подобное. Закон имеет практическое применение как в таком виде, как он сформулирован, так и в виде следствия, о которых мы сейчас поговорим. Рассмотрим схемку, которая приведена после определения. Если мы хотим рассмотреть тепловой эффект некоторого процесса, когда исходные вещества образуют продукты реакции, и эта схема, возможно, этот процесс может протекать двумя путями. Первый путь прямой, и у него ΔH1 тепловой эффект. А второй путь это комбинированный, состоящий из двух стадий. И там ΔH2 и ΔH3 тепловые эффекты стали. Так вот, по закону Гесса, тепловой эффект реакции не зависит от пути. И ΔH1 равняется ΔH2 плюс ΔH3. Понятно, о чем я говорю или нет? Поставьте там, я не знаю, живые вы или нет, слушайте вы или нет. Но, чтобы вас немножко вернуть сюда, поставьте плюсик, если вам понятна эта формулировка и сам закон Гесса. А также понятно, что я попросил вас посмотреть в интернете, кто был, кем был Гесс в первой половине своей жизни, и какое образование он получил. Вижу Анну с плюсиком. И только Анну. Хорошо, идем дальше. Я жив. Это хорошо. Для расчета тепловых эффектов также используются следствия закона Гесса, и используется оно более широко даже, чем сам закон. Следствие формулируется следующим образом. Тепловой эффект реакции. Сразу понимаем, что речь идет о ΔH. Равен разности между суммой теплотообразования продуктов реакции и суммой теплотообразования исходных веществ, умноженных на соответствующие стихиометрические коэффициенты. Ну, может быть, вы хотели бы спросить, что такое стихиометрические коэффициенты. Прощенно говоря, это коэффициенты в уравнении реакции, которые вы расставляете, когда вам нужно сбалансировать левую и правую части. То есть, показывающие, сколько молей вещества вступает в реакцию, сколько молей вещества образуется. В виде формулы это можно представить, как ΔH. Индекс Х говорит о том, что это искомый тепловой эффект реакции. Дальше идет знак равенства сумма. Дальше идет буква ν, которая показывает количество вещества или стихиометрический коэффициент. Вот дальше идет символ ΔH0F. Это называется стандартная теплота образования. Стандартная – это показывает символ 0 в верхнем индексе. Образование показывает индекс F в нижнем индексе. По определению, это тепловой эффект реакции образования одного моля сложного вещества, внимание, из простых веществ. Никак по-другому, только из простых веществ. При стандартных условиях. Жирным выделены сами стандартные условия. 1 моль вещества. Температура – 298 в кельвинах. Было бы неплохо, если бы вы в чате написали, сколько же это будет в Цельсии. 298 кельвина. Сколько в Цельсиях – это температура. И давление – 101,3 кПа. Это атмосферное давление. Дальше стоит справочная таблица и восклицательный знак. Это означает, что стандартные теплоты образования для большинства веществ уже определены и могут быть найдены в справочных таблицах. Итак, формула содержит нам сумма стандартных теплот образования продуктов реакции минус сумма с учетом коэффициентов стандартных теплот образования исходных веществ. И вот такую формулу вы будете широко использовать на практических занятиях для расчета любой функции состояния, включая тепловой эффект. То есть подчеркиваю, что эта формулировка следствия используется, опять же, для любой функции состояния, для большинства. Да, вижу, что вы посмотрели. 25 градусов Цельсия – это правильный ответ. 298 кельвины или 25 градусов Цельсия. Правильно, молодцы. Ну, если вы проходили физику, может быть, вы помните, что были первый закон термодинамики, второй закон термодинамики, есть третий закон термодинамики. Мы сейчас за отсутствием времени это не проходим подробнее. Опять же, вы можете об этом посмотреть в той лекции, о которой я вам говорил, которая читается на лечебном, на втором медицинском факультете. Но вот во втором законе термодинамики одна из функций состояния, которая используется для описания процессов, называется энтропия. Наверное, многие из вас слышали это слово, может быть, даже это изучали. У энтропии много есть физических смыслов. И она используется достаточно широко, как и в литературе, так и в химии и физике, то есть в науках. Мы возьмем одно из простых пониманий энтропии, как мера неупорядоченности или хаотичности в состоянии системы. Ну, легко понять, да, что вот я сижу сейчас, читаю лекцию, и передо мной пустая аудитория. То есть упорядоченность здесь достаточно высокая, никого нет, никакого хаоса нет, один я и компьютер. Мы представим, что я бы читал лекцию вам вживую, и вы бы все сидели здесь в зале, и тогда бы вы выдвигались, разговаривали друг с другом, писали бы лекцию или не писали бы лекцию, ну, в общем, как-то проявляли бы активность, и тогда хаотичность была бы намного выше. Мы можем сказать, что энтропия сейчас, в этой лекционной комнате, гораздо ниже, чем если бы я читал вам лекцию вживую. В этом случае энтропия была бы гораздо выше. Хаотичность была бы гораздо выше. Энтропия обозначается буквой S и выражается в единицах энергию Джоуи, приведенной к температуре в Кельвинах. В химии также это все еще приводится к количеству вещества, то есть получается Джоуль делить на моль, делить на Кельвинах. В энтропии есть ряд характерных свойств, которые, в принципе, понятны интуитивно, исходя из понимания того, что энтропия – это мера хаотичности или мера неупорядоченности. Если увеличивается температура, энтропия возрастает. Надеюсь, понятно. Если мы рассмотрим газ, жидкость, твердые тела, как разное агрегатное состояние, то в этом ряду энтропия будет уменьшаться. Твердые тела характеризуются большей упорядоченностью и, соответственно, меньше энтропии. В газообразной среде упорядоченность ниже, энтропия выше. Для газообразных веществ с увеличением объема энтропия возрастает. Тоже, наверное, интуитивно понятно. Так, для любой функции состояния для энтропии применимо следствие закона Гесса, который мы только что разобрали. Это можно сформулировать так, что изменение энтропии в ходе какого-либо процесса X можно рассчитать как сумму энтропии стандартных продуктов реакции с учетом всех химетрических коэффициентов минус сумма энтропии исходных веществ тоже с учетом коэффициентов. Энтропии стандартные можно также найти в справочных таблицах. Вот у вас такое будет на практических занятиях. Поэтому эта формула имеет универсальный характер. Еще одна функция состояния, которая используется во втором начале, во втором законе термодинамики будет называться свободная энергия Гипса. Гипс это американский ученый, у него тоже достаточно знаменательная судьба. Его фамилия будет встречаться даже в нашем курсе довольно часто. В Америке он вообще знаменитость. Его свободная энергия, которую он ввел, обозначается буквой G. Измеряется в тех же единицах, что и энтропия, килоджоулы, отнесенные к количеству вещества в молях. И по своему физическому смыслу это та часть энергии системы, внутренней энергии, которая может быть израсходована на совершение работы. В отличие, кстати, от энтропии, которая показывает хаотичность, но эта энергия не может быть использована на совершение работы. Она может рассеиваться в окружающую среду, но не использоваться для работы. Математически свободная энергия гипса равняется энтальпии минус произведения температуры в кельвинах на энтропию S. Или в виде изменений дельта G равняется дельта H минус T на дельта S. Это один из способов рассчитать свободную энергию гипса. Зная тепловой эффект реакции, зная изменения энтропии, зная температуру, можно воспользоваться этой формулой. Другой подход характерен для функции состояния. Это уже третий раз мы сталкиваемся с этой формулой. Где изменение свободной энергии гипса можно рассчитать по следствию закона ГЕСа. Разница между свободными энергиями гипса продуктов реакции и свободными энергиями гипса исходных веществ с учетом стихиметрических коэффициентов. Особенность энергии гипса в том, что она используется как основной критерий для оценки направленности процесса. Если энтальпия это тепловой эффект реакции, она может нам сказать, будет выделяться тепло или будет поглощаться, то энергия гипса может нам ответить на вопрос, будет ли процесс протекать самопроизвольно, без затрат энергии или не будет. Это очень важно для многих случаев, для того, чтобы предсказать протекание реакции и предвинить это. И в этом случае эта функция очень важна. На практике это выглядит так. Вот показаны критерии протекания химических процессов. Для всех процессов, которые протекают самопроизвольно, то есть если процесс А стрелочка Б, это означает, что вещество А автоматически, самопроизвольно, без затрат энергии, будет переходить в вещество Б. Если это происходит, то изменение свободной энергии гипса в этом случае будет отрицательным, будет меньше нуля. Это означает, что в ходе такого процесса свободная энергия гипса уменьшается, а ее изменение оказывается отрицательным. Если же вдруг Дельта-Ж больше нуля, это означает, что реакция в таком направлении, то есть слева направо, протекать не может. Это термодинамический запрет на протекание процесса. Но для обратимых процессов это означает возможность протекания обратной реакции. Это означает, что более вероятна реакция от Б к А, нежели чем от А к Б. Для состояния химического равновесия, которое показано двойной стрелочкой разнонаправленной А в равновесии с Б, Дельта-Ж не меняется, равно нулю, вернее энергия сама не меняется, она постоянно, а ее изменение равно нулю. И вот выходит, что ваша термодинамика заключается в следующем. Рассчитать тепловой эффект реакции. У вас есть несколько способов, которые мы разобрали. Есть справочные таблички. Вы рассчитываете, определяете знак теплового эффекта и делаете вывод, выделяется или поглощается тепло в процессе. Второй вариант. Нужно определить, может ли процесс протекать самопроизвольно, будет ли он протекать. Или ему нужна энергия, нужно подогреть систему, охранить, что-то с ней сделать, катализатор, например, ввести, чтобы процесс протекал. Но вот так просто он протекать самопроизвольно не будет. Так вот, для того, чтобы определить, будет или не будет, используется функция состояния свободной энергии гипса. Рассчитываете ее по одному из приведенных способов, формула 1, формула 2. Определяете знак дельта G и делаете вывод. Меньше нуля процесс может протекать, больше нуля процесс не может протекать. Равно нулю система находится в равновесии. Ну а энтропия, это вспомогательная характеристика. Она также используется для расчетов дельта G, но и может иметь свое собственное значение. Например, легко оценить, что если наступила весна и лед тает, то энтропия будет. И в чате можете написать, что с ней будет происходить. Переход льда в жидкое состояние воды. Лед, вода. Что будет происходить с энтропией? Можете написать в чате. Ну пока ничего не вижу. Наверное, все еще идет задержка по времени с передачей информации. Увеличение. Молодец, Наталья. Правильно. При таянии льда энтропия увеличивается, потому что лед, как твердое состояние, более упорядочен, чем вода, как жидкое состояние. Хорошо. Практическим приложением термодинамики для живых процессов может быть следующее. Посмотрим на слайд. Особенности термодинамики биохимических реакций. Для начала введем два новых термина. Если реакции протекают самопроизвольно, как одна реакция, так и сумма реакций, то есть такая сложная реакция, сопровождается все это уменьшением энергии гипса, дельта же меньше нуля. Название таких реакций экзоорганические. Здесь экзотермические, а это экзоорганические. Реакции, сопровождающиеся увеличением свободной энергии гипса, дельта же больше нуля, и которые не могут протекать самопроизвольно, для них нужна дополнительная энергия, называются эндоорганическими. По аналогии с эндотормическими. Так вот, в живых системах процессы устроены так, что эндоорганические реакции протекают вместе с реакциями экзоорганическими. То есть, например, чтобы синтезировать белок, чтобы заставить мышцу работать, чтобы какие-то протекали реакции в голодном мозге и так далее, нужна энергия. Вот эта энергия получается из реакции экзоорганических. Вот рассмотрим пример. Глюкоза плюс фосфорная кислота. Называется фосфорилирование глюкозы. Получается глюкоза 6 фосфат и вода. Этот процесс сопровождается дельта же увеличением. То есть, дельта же имеет положительный характер. Плюс 13,8 кГ на моль. Отсюда можно было бы сделать вывод, что если смешать глюкозу с фосфорной кислотой, процесс не будет протекать. То есть, фосфорилирование не будет происходить. Но в живых организмах это одна из стадий метаболического процесса. Процесс протекает. И чтобы он протекал, он должен протекать и вместе с реакцией другой, которая может дать энергию. Обычно такая реакция это гидролиз АТФ. АТФ аденозин 3 фосфат. Гидролизуется до АДФ дифосфата и остатков фосфорной кислоты или фосфата. Этот процесс имеет дельта же отрицательную 35 кГ на моль с минусом. Это значит, что процесс протекает самопроизвольно. И вот если мы рассмотрим эти реакции вместе, то есть так, чтобы они протекали одновременно, такие реакции называются сопряженными, то одна реакция без другой протекать не может. И посчитаем по закону ГЕСА и к сумму, как общее значение в ГТЖ, оно окажется меньше нуля, показано красным. Это означает, что вместе эти две реакции становятся экзорганическими, они протекают самопроизвольно, и то есть в присутствии АТФ глюкоза может подвергаться фосфорилированию. Вот так устроены системы в живых организмах. Одна реакция дает энергию, другая реакция из-за этого может протекать. Посмотрим это все вот на таком цикле. Реакции экзорганические, клеточное дыхание, слина глюкозы, реакции эндорганические, синтез, сокращение, все то, что требует энергии, сокращение мышц и так далее. И гидролиз АТФ. То есть АТФ на одной стадии гидролизуется, идет выделение энергии, на другой стадии фосфорилируется, энергия запасается. И вот такие циклы существуют. Это основа биохимии. Будете считать, сколько молекул АТФ будет в том или ином цикле биохимическом. Так протекают процессы в живых организмах. Дальше мы должны будем начать химическую кинетику. Наверное, мы это сделаем после перерыва. Вот сейчас 5 минут на вопросы. Я бы хотел, чтобы вы в чате написали какие-то вопросы. Если вы пишете нет вопросов, это значит, что вы плохо слышали лекцию, или ничего не поняли, или же просто вам лень что-то спрашивать. Поэтому я бы хотя бы увидел ваши вопросы, хотя бы какого рода они есть, чтобы понять, что вы понимаете, что вы не понимаете, что вам больше нужно, что вам больше не нужно. Давайте несколько минут на вопросы. И потом перерыв 10 минут. Продолжение следует... В качестве одного из домашних заданий, а я иногда на лекциях задаю домашнее задание, я бы вам предложил следующее. Сейчас напишу вам в чате. Домашнее задание будет такое. Зарегистрироваться в гугле. Кто не зарегистрирован? Чтобы мы иногда могли с вами выполнить какое-то тестовое задание в дистанционном режиме. Нет, это не цикл Крепс. Это просто показано, как используется АТФ в экзорганических и андоорганических реакциях. Цикл Крепса это более сложная штука. Вы будете подробно изучать цикл Крепса в курсе биохимии. Это не наша задача, это чисто биохимическая задача. Вот я вам написал, что он зарегистрировался в гугле домашних заданий. Это одно из. Может быть еще будет. Хорошо, делаем перерыв. Вижу, что вопросов больше нет. Пока пауза. 10 минут. Пауза. 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 Продолжение следует... 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 Большинство реакций в организме человека, они имеют сложный характер и протекают через какое-то определенное количество стадий. Основные факторы, которые влияют на скорость химической реакции, следующие. Первые два выделены черным, и они имеют интуитивно понятный, и мы их не будем обсуждать характер. Природа реагирующих веществ. Смешали водород с кислородом, реакция со взрывом. Смешали азот с кислородом, реакция происходит очень медленно, очень плохо, нужны условия специальные. То есть природа реагирующих веществ оказывает ключевое влияние на процесс, на его скорость. Размер частиц реагирующих веществ. Если мы говорим о гомогенных системах, то есть однородных системах, где есть или молекулы, или ионы, то есть частицы, имеющие приблизительно одинаковый размер, то там все протекает по общим законам. Но если процесс гетерогенный, одни частицы имеют больший размер, во много раз больше, чем другие частицы, тут вступает в силу размер частиц реагирующих веществ. Мы представим себе наглядно следующий пример. Кусок угля – это большая частица углерода. Если мы попытаемся ее поджечь, нам нужно много энергии, нам нужно долго держать пламя, чтобы такая частица, такой кусок угля, загорелся. Если же мы измельчим уголь в угольную пыль и поднесем пламя к угольной пыли, оно вспыхнет моментально, и реакция пройдет очень быстро. Таким образом, чем меньше размер частиц реагирующих веществ, тем реакция протекает быстрее, но в гетерогенных системах. В системах, где есть разные по размеру частицы, или есть разные по размеру, по агрегатному состоянию фазы. Концентрация реагирующих веществ, температура и катализатор выделены синим. И эти три фактора являются одной из задач химической кинетики. Мы их с вами разберем подробно. Первый фактор – это концентрация реагирующих веществ. Достаточно сложный принцип, и почему-то у студентов часто он вызывает затруднения. Причем эта зависимость имеет не просто характер зависимости, а называется еще по-другому основной постулат химической кинетики. Не просто так, а основной постулат химической кинетики. Или еще по-другому закон действующих масс. То есть закон. Это очень серьезный принцип. Формулируется он так. Скорость химических реакций прямо пропорциональна произведению концентрации реагирующих веществ, возведенных в степени, некоторые степени условно x, y, z. Эти x, y, z называются частными порядками реакции. Посмотрим, например, некоторая реакция, где а малое – это число молей, вещество а или коэффициент, b малое, соответственно, для вещества b, c малое на вещество c, а а большое, b большое, c большое – это реагирующие вещества. Не важно, сколько их будет, показано 300, а и многоточие – это значит, их может быть больше. Стрелочка продукты реакции. То есть для нашего постулата, для нашей зависимости продукты реакции не имеют значения. Все определяется только реагирующими веществами. И дальше выражение, соответствующее этой формулировке. Скорость реакции прямо пропорциональна. Мы ставим некоторый коэффициент пропорциональности k. Произведению концентрации реагирующих веществ c, а, c, b, c, c. c – большая концентрация. Возведенные в некоторой степени x, y, z. То есть математически это степени, а химически они называются частными порядками реакции. Сумма частных порядков реакции называется общим порядком реакции. Или просто порядок реакции. Ну, если бы мы сейчас были с вами в одном зале, я бы написал вам какое-нибудь уравнение простое. Попросил бы составить уравнение скорости для данного уравнения реакции. Ну, поскольку сейчас это нам довольно тяжело сделать. То, если, опять же, есть вопросы, попробуйте их набрать. Ключевое здесь k – это константа скорости или коэффициент пропорциональности в уравнении. c, а, c, b и так далее – это концентрации реагирующих веществ. А x, y, z или другие какие-то показатели степени – это частные порядки реакции, сумма которых является просто порядком реакции или общим порядком реакции. Так, ну, давайте перед тем, как я еще пару слов скажу о константе. Значит, константа скорости k в этом уравнении, она имеет определенный физический смысл. Представим себе, сейчас будет задание для чата. Представьте себе, что концентрации реагирующих веществ взяты за единицу. Один моль на литр. Чему будет равняться скорость реакции, чат? Напишите, одна буква. Концентрации реагирующих веществ равны единице. Чему будет равняться скорость реакции? В чате. Значит, здесь два мнения – единицы и k. Ну-ка, еще мнения. Все склоняются к единице, да? Ну, не совсем верно, а прав Вася, который в меньшинстве. Ну, также Илья. То есть, в этом случае v будет равняться константе. И в этом состоит физический смысл константы. Константа – это скорость реакции при значениях концентрации равной единице. Концентрация реагирующих веществ. Значит, правильный ответ у вас в чате – это k. v равняется k. При этом скорость реакции будет постоянной величиной. Это постоянная величина – константа скорости реакции. И константа не зависит от концентрации. Идем дальше. Следующий фактор – это зависимость скорости реакции от температуры. Значит, есть такие две зависимости. Одна будет называться эмпирическое правило Вангофа. Оно гласит о том, что при повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции возрастает от 2 до 4 раз. Математически это может быть записано. И, кстати, посмотрите. Теперь уже вместо скорости реакции мы пишем как раз k. Именно потому, что я вам сказал, что это показатель скорости реакции при постоянных концентрациях, при единичных концентрациях. То есть, когда концентрации не влияют на скорость. Вопрос – это определенное число? Если речь о константе, то да. Это определенное число, которое характеризует данную реакцию. Причем вы там увидите при расчетах, в зависимости от порядка реакции, константы будут иметь еще и разные размерности. Значит, в этом правиле Вангофа k с индексом t2. Если вы пишете, это можно дописать, потому что на слайде этого нет. k с индексом t2. Это константа скорости реакции при повышенной температуре t2. k с индексом t1. Это константа скорости реакции при температуре начальном t1. гамма. Следующая буква называется гамма. Это температурный коэффициент Вангофа. Чаще всего он 2, но может варьировать от 2 до 4 раз, а иногда при очень высоких температурах снижаться и оказаться меньше 2. Температурный коэффициент Вангофа. Чаще всего равен 2. И степень при температурном коэффициенте t2 минус t1 делить на 10. Значит, говоря, на сколько десятков градусов повысилась температура t2 по сравнению с начальной t1. Слово эмпирическое знакомо ли вам или нет? Знаете ли вы слово эмпирическое? Если не знаете, давайте его узнаем. Интернет вам в помощь. Могу сказать, что эмпирическое правило. Это правило получено экспериментальным опытным путем, а не выведено или подтвержденное теоретически. Это правило, имеющее опытный характер. А вот вторая зависимость скорости реакции температуры называется уравнение Арениуса. Это уже строгая математическая зависимость, потому что у Арениуса есть специальная теория. Вот сейчас мы коротко на ней остановимся. Называется теория активных соударений, столкновений. И это уравнение было введено в рамках этой теории. В этом уравнении k – это все та же константа скорости химической реакции. А – это константа Арениуса. У меня есть еще другое название – предэкспоненциальный множитель. Этот множитель показывает число активных столкновений частиц с учетом их ориентации в пространстве. Так называемый истерический фактор. При одном столкновении, то есть при одной ориентации реакция может происходить, а при другой ориентации может не происходить, если частица имеет несимметричный характер. Допустим, ферменты, обладая активными центрами, реагируют только если реакция происходит при участии активного центра, а не других каких-то частей молекул. Постоянная Арениуса, константа Арениуса, может меняться в широких пределах, достигать единицы, когда истерический фактор никак не влияет на взаимодействие. Условно говоря, два шарика, две сферические молекулы абсолютно симметричные столкнулись между собой. Далее, e – основание логарифла, e малое, в степени минус, e с большой, с индексом А, называется энергия активации. Энергия активации – это особая величина, мы сейчас о ней, наверное, коротко поговорим. Ну а дальше в знаменателе R – газовая постоянная, T – температура. Таким образом, эти два уравнения Вангофа и Арениуса показывают зависимость скорости семической реакции через константу, то есть константу скорости от температуры. Математическая зависимость. Теория активных соударений Арениуса и энергиоактивации, которая введена в рамках этой теории. Смотрим на картинки, которые вам приведены. Конечно, было бы интересно увидеть ваше мнение в чате, что увидим на картинке А. Произошла реакция или нет? Допустим, плюс произошла, минус не произошла. И во втором случае, чем отличается картинка Б от картинки А? А также именно из второй картинки Б вытекают две возможные графические зависимости энергии и времени протекания процесса, где видны энергиоактивации. Хорошо, давайте по-другому вопрос поставим. Минус, да? Хорошо, вижу минус. Значит, реакция протекает на втором слайде, вернее, на второй картинке Б. Когда две молекулы, синяя и красная, столкнулись, столкновение показано как в случае А, так и Б. Но в случае Б оно было эффективным, старые связи между синими частями молекулы разорвались, а новые синие и красные образовались. Это значит, что процесс протекает во втором случае, а в первом не протекает. Что это значит? Это значит, что в первом случае не хватает энергии частиц, то есть недостаточной энергии, чтобы их столкновение было эффективным. То есть не хватает, иначе говоря, энергии активации. А во втором случае энергии активации было достаточно, энергия частиц была высокой, и произошла химическая реакция. Она может быть... И две картинки справа. Справа показывает картинка, когда исходная энергия веществ А и Б выше, чем энергия продуктов реакции С и Д. В этом случае энергия активации – это тот барьер или тот избыток энергии, который должен быть у реагирующих веществ, чтобы они проеагировали. Во втором случае, во нижней картинке, показано случай, когда энергия реагирующих веществ А и Б ниже, чем энергия продуктов реакции С и Д. При этом энергия активации, как вы видите, оказывается намного больше, что говорит о том, что процесс, который вверху показан, более вероятен, чем процесс, который показан внизу. Чем меньше энергия активации, необходимая, тем более легко протекает процесс. Также из этих картинок можно предположить, с точки зрения термодинамики, какие процессы им показаны. Верхняя картинка – процесс, когда продукты реакции имеют энергию ниже, чем исходных веществ. Их разница будет отрицательной. Процесс экзотермический, или Дельта H для него меньше нуля. Во втором случае, наоборот, Дельта H больше нуля, процесс эндотермический. Надеюсь, вы это видите по картинкам. Еще раз, более вероятный процесс, который показан сверху, когда энергия активации ниже, а тепловой эффект будет экзотермическим. Дельта H будет меньше нуля. Сложные реакции. Сложные реакции, как мы говорили, тоже один из объектов химической темнотики. И сложные реакции, как мы говорили, протекают в несколько стадий. Каждая из которых является простой реакцией, протекающей в одну стадию. Несколько типов таких реакций. Первый тип вам знаком. Обратимые реакции. Показываются двойной стрелочкой. А в равновесии с Б протекают до состояния равновесия. Каждая из реакций, прямая и обратная, характеризуется КА и КБ, где К – это константа скорости. А – прямой реакции, Б – обратная реакция. Последовательные реакции. Когда одна реакция завершается образованием продукта, допустим, Б, в то же время продукт Б становится исходным веществом для следующей стадии с образованием продукта С. Реакции параллельные. Они протекают одновременно, когда вещество, реагирующее одно и то же, превращается сразу в два разных вещества. Б и С. И каждый из процессов характеризуется своей константой скорости. И сопряженные реакции вы видели на примере реакции экзо- и эндоорганических, когда одна реакция без другой не протекает. Вот такой тип реакции также относится к сложным. Кроме того, сложные реакции вы изучаете, вы изучали ранее. Например, цепные реакции вы изучали в школе на органике, фотохимические реакции изучали в биологии, ну и так далее. Это тоже все примеры сложных реакций. Более подробное описание сложных реакций мы приводить не будем. Вот, скажу только, что порядок реакции сложной может быть не целочисленным. Помните, да, что порядок – это сумма коэффициентов, сумма для сложных реакций показателей степеней в уровне законодействующих масс. И вот для сложных реакций порядок может быть дробным. Для простых такого не бывает. Хорошо. Следующий фактор, который мы рассмотрим, будет связан с добавлением катализаторов. Сам катализ – это обычно увеличение скорости реакции под действием специальных веществ, которые называются катализаторы. А катализаторы – это вещества, которые, с одной стороны, ускоряют химическую реакцию, но действуют следующим образом. Они вступают во взаимодействие с реагирующими одним или несколькими веществами, меняют пути реакции, реакция начинает идти по другому пути, с другими стадиями. Меняется ее скорость, скорость и увеличивается. И на конечных стадиях катализатор восстанавливается, то есть выделяется в неизменном виде. Поэтому говорят, что катализатор не изменяется в ходе процесса. На практике он участвует в реакции, вступает в реакцию с одним из веществ или несколькими, меняет путь реакции, ускоряет ее и потом восстанавливается. Ну, вот в качестве примера показан пример реакции, хорошо вам знакомо, реакция террификации, где катализатором является кислота. Показано в виде H с плюсом. То есть без добавления кислоты реакция не протекает, также для нее нужно еще нагревание, но это уже термодинамический фактор. В живых организмах катализаторами являются белки, ферменты. То есть фермент это биологический катализатор, имеющий чаще всего белковую природу, хотя известны случаи, когда эмуклиновые кислоты проявляют ферментативную активность. Но это уже экзотика, в основном это белковые молекулы, для них есть ряд особенностей. Некоторые из них вы знаете, например, ферменты функционируют только в узком температурном режиме. Резко какой фермент выдержит нагревание более 40 градусов. Кроме того, ферменты катализируют определенные реакции. Иногда это всего одна реакция, иногда это некоторая группа реакций. Поэтому для них характерны такие свойства, как специфичность и избирательность. И вот именно на ферментах основана жизнь, основаны биохимические процессы. Это будет у вас в курсе биохимии. Более подробно ферменты мы сейчас не рассматриваем. К химической кинетике вплотную примыкает такое свойство, как химическое равновесие. На него можно обратить внимание, рассмотреть его как с точки зрения термодинамики, так и с точки зрения кинетики. С точки зрения термодинамики есть целый ряд термодинамических признаков равновесия. Один из них будет называться энергетическая выгодность процесса. Мы знаем, что в самопроизвольных процессах энергия свободная снижается, и вот она будет достигать минимального уровня. В то же время энтропия, как правило, повышается в самопроизвольных процессах и будет стремиться достичь максимального уровня. Это все объединено понятием энергетической выгодности. Кроме того, мы знаем, что в состоянии равновесия изменения функций состояния не происходят. Такие функции, как ΔH, ΔS, ΔG все равны нулю. Это термодинамические признаки равновесия. Кинетически они проще. То есть реакция начинается с прямой реакции, одновременно запускается обратная реакция, процесс обратим, и протекает он до равенства скорости прямой и обратной реакции. Это химический, кинетический критерий равновесия. Когда скорость прямой реакции и скорость обратной реакции становятся одинаковыми. важной характеристикой химического равновесия является константа химического равновесия. Так же, как и константа скорости и влияние концентрации на скорости реакции, это все объединено в один закон действующих масс, но он применим как для скорости реакции, так и для равновесия. Вот он здесь указан у вас, Гульберг Ваге, его авторы, и формулируется он так, что для обратимого процесса отношения произведения концентрации продуктов реакции к произведению концентрации реагирующих веществ есть величина постоянная. Называется она константой химического равновесия. Давайте еще раз. Для состояния равновесия отношения произведения концентрации продуктов реакции к произведению концентрации реагирующих веществ, важно добавить еще здесь, что они все должны быть возведены в степени, соответствующие коэффициентам, будет называться константой химического равновесия. Есть несколько способов выражения констант, констант равновесия. Если реакция протекает в газообразной фазе и имеет гомогенный характер, то есть все реагирующие вещества и все продукты реакции газообразны. Пример, азот с водородом с образованием аммиака. В этом случае константы равновесия можно представить через парциальные давления газа. P в скобках вещество парциальное давление газа. Квадрат и куб вверху внизу это коэффициенты. Следующий способ выражения константы равновесия гомогенные реакции, протекающие в растворах. Теперь уже концентрация характеризует концентрацию вещества, концентрация характеризует равновесие в растворе. В этом случае пользуются вместо парциальных давлений равновесными малярными концентрациями. Они записываются в виде квадратных скобок, внутри которых вещество. Второй случай, константа равновесия равняется равновесная концентрация эфира умножена на равновесную концентрацию воды. То есть квадратные скобки означают равновесная малярная концентрация. Равновесная означает, что она в состоянии равновесия. То есть не в любой произвольный момент времени, а в момент наступления равновесия. И особый случай, это гетерогенные реакции, когда в равновесии разные фазы. Твердая, газообразная, как в примере, могут быть жидкие газообразные, твердые жидкие, и другое соотношение фаз. В этом случае берут только так называемую переменную фазу. И считая, что углерод в данном примере, когда он взаимодействует с кислородом, остается практически неизменным, а все равновесие определяется парциальными давлениями газа. СО2 и О2. Все остальные правила, все остальные случаи, все согласно формулировке закона. Ну, тут вы попробуете потом, когда будет эта тема на практических занятиях, это все на практике. Смещение химического равновесия, вам, наверное, известно со школой, оно описывается принципом Леш-Ателье. Сам принцип говорит следующее, что если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказать некоторое воздействие путем изменения температуры, давления или концентрации, то равновесие смещается в сторону компенсации или в сторону ослабления воздействия. Общий принцип, который вообще применим, надо сказать, не только в химии. Посмотрим, например, если у нас есть равновесие А плюс Б находится в равновесии с С плюс Д, и мы увеличиваем концентрацию или вещества А или вещества Б, то есть реагентов, равновесие смещается в сторону прямой реакции, как показано на картинке, тем самым ослабляя это воздействие, заключающееся в увеличении концентрации. И наоборот, увеличиваем концентрацию продуктов реакции, равновесие смещается влево, в сторону исходных веществ. Также можно проанализировать фактор температуры, фактор давления, ну а давление применимо только для газообразных равновесий, равновесия с участием газообразных веществ. Ну, вот как бы программа нашей сегодняшней лекции вся, поэтому у нас остается чуть-чуть времени, можно задать вопросы в течение там 5-7 минут. Я попытаюсь на них ответить. Значит, вопросы должны быть, по-любому вопросы должны быть. Если вы слушаете лекцию и задумываетесь над тем, что сказано, есть ли среди всех случающих староста потока? у меня просто нет больших списков, поэтому староста потока есть? Отзовитесь, если есть. участок не у меня тут нет, у меня это и и в Видимо, нет. У вас присутствовало 62 человека, если верить, которая менялась от 60 до 62. Хотелось бы узнать, сколько у вас человек на курсе. По вашей активности верю, что вопросов, наверное, не дождаться. Давайте еще пару минут. Что? Зачем? Хороший вопрос. Лектору зачем? Спрашиваю, значит, надо. Ну хорошо, ладно. Вижу, вопросов нет. Всем спасибо за внимание. До следующей встречи через неделю. Продолжение следует.